Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам свой первый, надеюсь, последний опыт с украинской семьёй. Наверное, так это можно назвать. Забегая вперёд, я скажу, что когда началась война, в своём блоге, в Инстаграме, я высказывала своё мнение по поводу всего происходящего. Это было прям 24 февраля. От меня отписалось очень много российской аудитории и людей, которых я знала лично. И через какое-то время они подписались на меня обратно. Может быть, пришло какое-то осознание, может, прозрели, переобулись. Я не знаю, что произошло, но в основном все те, кто от меня отписался, знаете, есть такие программы специальные, которые мониторят ваши отписки, подписки. Так вот, в основном все вернулись ко мне обратно. И люди поменяли как-то своё мнение после мобилизации. Так вообще, мне кажется, что многие осознали, что происходит. Так вот, вчера мы приехали с моей семьёй, с моей свекровью, с двумя детьми, с моими, с Алексой и с Мэтью, в Икею. Конечно, все захотели есть. Первым делом мы пошли в Икея-ресторан. Там была куча народа. Мы встаём в очередь, и я отправляю свекрой с младшей сесть за столом, потому что это невозможные два года она бы носилась там в этой очереди. И мы с Мэтью встаём в очередь. Перед нами стоит женщина с двумя детьми. Они в икеевской тележке, там у них что-то навалено, и дети сидят в самой тележке. Я в этот момент что-то делаю в телефоне. Мэтью постоянно что-то говорит. То есть, эта женщина точно понимает, что мы русские. И один из её детей роняет конструктор Лео, ну какой-то конструктор. Одна часть падает мне в ноги, я поднимаю, даю ей. Она просто выхватывает, резко поворачивается, отворачивается от меня. Я не придала этому значения. Потом я уже поняла, что неспасибо. Американцы, они всегда очень вежливые. Думаю, ладно, у меня было куча дел. Я сидела за ним, стояла, занималась своими делами, очень огромное. И тут наступает такой момент, один ребёнок вылезает, у него опять всё падает, все запчасти разлетаются, и мой сын, собирая вот так вот ладошками вот так вот, вот эти вот все запчасти, даёт этому мальчику. Мальчику года 4, наверное. Он забирает, в этот момент поворачивается, это мамаша. Я по-другому никак не могу его назвать. И просто хватает своего ребёнка от моего сына, как от прокажённого. Просто она его хватает, а я уже слышала, а я уже слышала украинскую речь. И мой сын, он всё время, так как мы живём в таком американском районе, здесь очень мало русскоговорящих, и он всегда, когда слышит, говорит, мама, он по-русски говорит. Вот. И вот он говорит, мама, он по-русски говорит. Я говорю, да, да, да. И я слышу, как она с детьми на украинском говорит. И она просто хватает от моего сына, отдёргивает и сажает в тележку, и демонстративно едет вперёд. И мой сын, слава богу, что он как бы не понял, что произошло. Он мне говорит, мамочка, а тётя посадила ребёнка в тележку, потому что он плохо себя ведёт. Я говорю, да, зайчик, мальчик плохо себя ведёт. Я сказала это довольно-таки громко, специально. Мне было очень обидно за моего сына, который помог собрать эти части, да, дал ребёнку, и тут вот эта вот мамаша хватает, как корш у своего ребёнка, отдёргивает там вот моего. Она поворачивается и смотрит на меня. Я смотрю на неё. Она отворачивается и уходит. Значит, и в итоге, конечно, мы там через эту змейку подходим к кассе. Одна касса работает. И у неё не проходит раз карточка, не проходит два карточка. Знаете, есть такие люди, которые делятся на две категории. На две категории. Одним пофиг, как бы, ну, не срабатывает карточка и не срабатывает. А другие начинают впадать в панику. И я смотрю на неё, она становится вся бордовая такая вот. И ей кассир говорит, ну, типа, позвоните в свой банк. Она говорит, да, я сейчас буду звонить. Она говорит, отойдите, пожалуйста, в сторону, типа, у меня очередь. Она так психует. Да, сейчас я позвоню в свой банк. И я, да, я ликовала в тот момент. Вот сегодня я уже думаю, ну, короче, не надо было мне, конечно, ликовать. Да, там я ещё написала в Инстаграме своём об этом. Слава Богу, я получила очень много поддержки. У меня очень много подписчиков с Украины. Я их обожаю. Это прекрасные люди. Причём у меня есть люди, которые, подписчики, которые сейчас находятся в Киеве, под Киевом, где бомбят, они мне пишут, рассказывают, как они хватают детей, как они садятся в коридоре, потому что там не добежать в бомбоубежище. Они остаётся людьми. А вот эта вот женщина, да, которая решила продемонстрировать свою ненависть к русским, на моём ребёнке, я, конечно, тоже позволить не могла. И, конечно, когда я проходила, я так на неё многозначительно посмотрела, она поняла меня. И потом, кстати, когда мы сидели, вот они сидели там через пару столов, как она орала на своих детей. И она, может быть, она действительно какая-то, ну, дикая, что ли, неадекватная, потому что она орала на детей, там, прям, мать, говорит, мама, говорит, ты слышала, как она кричит? Может быть, она на весь мир, может, она не только на меня злая, но я не могла, вот, для меня, меня очень задело в том, что она вот так вот, как от прокажённого, от моего ребёнка схватила своего. И, конечно же, вот я сегодня выставила рилсы в своём инстаграме, и написали мне в директ несколько сообщений подписчики, которые прям вот вообще не встали на мою сторону, что вы не понимаете, русские бомбят. Я считаю, что в такой ситуации переходить на личности нельзя. Когда вот только начиналась война, мне писали, так как я, мама, сын с диабетом, у меня блог про диабет, и мне писали мамочки о том, что они в панике, у них нету запаса инсулина, то есть у кого-то есть инсулин запаса, а есть те, у кого нету, вот у кого впритык, там, может, на три месяца. И не все поймут, что без инсулина наши дети не выживут. И на тот момент я начала писать блогерам, миллионникам, которые живут в Америке, что они там начали собирать какую-то гуманитарную помощь, вещи. Я написала одной, которая живет тоже во Флориде, я говорю, вещи, без вещей дети выживут. Я говорю, давайте собирать инсулин. Она молодец, да, мы собрали инсулин, она в Нью-Йорке там его собрала, я говорила, что везти только в ручной клади, потому что его категорически нельзя сдавать в багаж. Она приехала на границу с Польшей, вот она прям, да, показала, как она этот инсулин отдала в медпункт. И я оказалась такая наивная, то есть когда они так давно мне начали писать о том, что у нас тут вообще какой-то кошмар, не хватает тест-полосок, а для детей тест-полоски, конечно, это тоже очень важно. Я уже не говорю про мониторинг, да, который нам вот здесь Мэтью выдают, а тест-полоски, то есть вы должны понимать, как у ребенка падает сахар, идет наверх. Это, ну, у меня просто сердце сжимается, вот когда я слышу такие вещи, что вот нас не хватает полосок. Я говорю, окей, давайте собирать, я написала в своем инстаграме, давайте собирать гуманитарную помощь тест-полосками, у меня есть запасы, я готова купить там какую-то часть, но я не могу обеспечить ни финансово, ни физически всю Украину, вот кто нуждается в тест-полосках, это очень дорогой препарат. Ну, короче, тест-полоски, они дорогие, их нужно много в день. Люди, которые без мониторинга, вот у нас у Мэтью, когда в первые две недели мы из больницы выписались, у него тест-полоски уходили просто, ну, вот упаковка, да, я не знаю, на три дня хватало. И знаете, я решила написать вот этому блогеру, с которым мы собирали инсулин, и другим блогером написала. Было очень много сейчас блогеров таких серьезных в Украине. Я написала вот всем, кого я знала, и причем я в своем инстаграме попросила, напишите мне, скиньте мне еще вот, кому бы я могла обратиться, собрать эту гуманитарную помощь, чтобы действительно она была ощутимой, отправить в Украину там коробку, огромную там коробку этих тест-полосок. Одни мне написали, что им некогда, другие написали, что у них сейчас очень много и так ответственности, они много чем занимаются по гуманитарной помощи. И в общем-то и вот, и знаете, сколько русских людей, реально русских людей мне написали, что да, они тоже готовы помочь, собрать эту гуманитарную помощь. Украинские блогеры отвернулись. Так что не надо мне писать о том, что я не понимаю чего-то, что моя семья здесь в Америке, не в Украине, что мои дети в безопасности. Никто не знает мою историю, как я здесь оказалась. Понимаете? И у меня есть очень много знакомых здесь, друзей, знакомых, кто из Украины. Это прекрасные люди, которые тоже много чего понимают, абсолютно все они понимают. У них нет агрессии к русским, ну, к нормальным русским. И в Майами тоже есть, когда день рождения было у Путина, в русскоговорящем районе, раньше его называли русский район, Саня, сейчас его называют русскоговорящим, потому что там очень много людей с Украины. Так вот, в день рождения Путина на Трампе, там такие у нас на первой линии Трампа огромные стоят, прожекторами было так посвечено с днем рождения Владимира Владимировича. Понимаете? То есть это люди, они мало того, что заморочились, они потратили на это деньги. Они вот сделали вот это вот поздравление Путина. И, ну, люди с Украины, конечно, они просто обалдели от этого всего. Да, многие обалдели. И также люди обалдевают, как приезжают люди с Украины, снимают квартиры на первой линии, которые стоят там от 10 тысяч долларов до бесконечности. Как началась война, таких людей очень много. И говорить о том, что все русские плохие, вот так вот на мне, на моем ребенке нужно отрываться, я не считаю, что это правильно. Абсолютно не считаю. У меня очень хорошее отношение к Украине. Да я вообще, в принципе, когда все это закончится, я очень хотела бы съездить в Украину, в Киев. Но, знаете, не нужно переходить на личности. Ну вот мы люди, мы каждый, каждый человек – это личность, которая достоин какого-то, в принципе, уважения. Я не говорю про тех животных, которые, вы знаете, о чем я говорю, как есть такие люди, и в Украине, и в России. Я впервые за 10 месяцев столкнулась с такой ситуацией. И я наслышана о том, что в русском районе, вот в русскоговорящем районе, это сплошь до рядом. То есть очень многие люди срываются именно на русских. Я понимаю, что у людей боль, я понимаю, что у многих людей разрушена их жизнь. Я понимаю, что они испытали огромный стресс, что они потеряли свои дома. Но я к этому никакого отношения не имею. Я не могу выйти на митинги на какие-то. То, что люди не выходят в России на митинги – это их жизнь. И вы знаете, посмотрите, кулаку, что делать в наших тюрьмах. Кто готов на это пойти? Я не призываю никого ничего делать. Я просто говорю то, что я не позволю обижать свою семью, своих детей из-за того, что сейчас происходит. Я надеюсь, что вы меня поймете. Всем спасибо, пока-пока.